Мы пропитываем нетканный материал специальным средством моющим, который обладает противовспалительным свойством и благотворно влияющим на кожу. Затем мы вкладываем в набор одноразовые полотенца из нетканного материала, вкладываем инструкцию, все это в одноразовые пакетики и вегеническое средство получено. Идею укомплектовать такой сухой душ придумала Юлия Чеснокова. Она часто общается с женами участников СВО, которые и поделились технологией. Я предложила своим коллегам организовать это производство у нас в Рязани, и они с готовностью откликнулись на эту просьбу. Мы собрали средства, закупили нужные материалы, провели подготовительную работу. И вот сейчас в обиденный прерыв и после работы мы уже формируем пакеты с сухим душем. Так и работают по 5-10 человек. Процесс делят на несколько этапов, где каждый ответственен только за свой участок. Так и получается быстрее, и в создании комплекта выходит принял участие каждый. Они там на передовой, я хоть что-то могу сделать для них. Прямо. Не только слова поддержки, а вот что-то более материальное, полезное. Сухой душ – средство гигиеническое. Как раз для тех условий, где вода на вес золота, и помыться возможности нет. Работает это так. Комплектация такого маленького пакетика – это одноразовое полотенце и губка, которая также упакована отдельно. Для начала выберем, какое место будем промывать. Ну, давайте возьмем, например, предплечье. Согласно инструкции, нужно достать губку. Я делаю это впервые, поэтому не так торопливо. Смачиваем все это водой от 30 до 50 мл. И после сжимаем несколько раз до образования пены. Когда пена уже пошла, достаточно промыть область, которую выбрали. И все это смыть одноразовым полотенцем. Дополнительно промывать не надо. Сейчас готово около тысячи таких наборов. Будет в пять раз больше. К 9 мая эти комплекты отправят вместе с волонтерским отрядом, бойцам воинской части 1044 и 137-й гвардейский парашютно-десантный полк.